Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Пожалуй, нет большего мучения для водителя, чем жарким летом садиться за руль машины, салон которой раскалился под солнечными лучами. А ведь этой проблемы легко избежать, достаточно лишь затонировать стекла. Однако, если следовать букве закона, то имеет смысл лишь тонировать задние стекла. Сейчас лобовые и передние боковые стекла по закону должны иметь процент светопропускаемости не ниже 70. Кроме того, допустимая темная полоска в верхней части лобового стекла шириной не более 140 мм. Для задних и задних боковых стекол автомобиля разрешена любая тонировка. Штраф же нарушителей правил тонировки совсем 500 рублей. Покрыть окна тонкой защитной пленкой можно и своими руками, причем с минимальными затратами. Кроме самой пленки понадобится резиновый шпатель, распилитель, острый нож, мощный фен, шампунь, рулон скотча, чистые тряпки, желательно замшевая и лак для ногти. Даже работая с тонировкой впервые, не стоит выбирать самую дешевую пленку. Для того, чтобы клеить пленку в максимально комфортных условиях стекла хотя бы боковые, желательно снять. Далее стекла тщательно моются. Также нужно позаботиться о чистоте рабочего места. Даже незаметные глазу пылинки могут привести к неплотному прилеганию пленки и появлению дефектов. По форме каждого окна вырезаются куски пленки. На всякий случай делается это с запасом в 2-3 сантиметра. При этом, примеряясь, не стоит забывать, что пленка клеится с внутренней стороны стекла из салона. А еще можно обрезать пленку, просто приложив ее к стеклу. Жидкостью для мытья окон или разведенным шампунем тщательно смачивается клеящая сторона пленки из стекла. После этого они соединяются. Сначала приклеивается к стеклу верхняя часть пленки. Далее, двигаясь вниз, располагаем пленку ровно, без складок и перекосов. Когда все готово, резиновым шпателем выгоняется вся жидкость так, чтобы не осталось пузырей и вздутий. После этого этапа окно прогревается строительным феном. По краю пленка обрезается так, чтобы оставалось по полмиллиметра. Чтобы было удобнее, можно использовать линейку. Для того, чтобы в дальнейшем края не отдирались и не топорщились, края пленки промазывают лаком для ногтей. Для полного высыхания и приклеивания тонировки стекла нужно не трогать хотя бы сутки. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в инстаграме и фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока!